Сегодня 10 января, пятница, и по традиции мы говорим Добрый вечер! Добрый вечер, Республика! Мы начинаем! Пожалуй, в каждом новогоднем поздравлении непременно звучит слово «счастье». И мы с вами частенько задумываемся о том, какое оно счастье, из чего складывается, и что нужно сделать для того, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливым. Сегодня мы познакомим вас с молодой семьей из города Черкеска, которая встречает Новый год с ощущением абсолютного счастья, потому что свершилось событие, которого они ждали долгих 9 лет. Журналист Светлана Шендрик-Переславцева встретилась с молодой семьей Весторонских, Кристины и Дмитрия, и с ней они поделились своей радостью. Пройдет много времени, может быть, даже немало лет, но настроение этих предновогодних дней останется в памяти Кристины и Дмитрия Весторонских. Уходящий год примечателен для них тем, что сбылась их давнишняя мечта – стать владельцами собственной просторной квартиры. Многоквартирный дом в Черкесске только что сдали. Отделочные работы новоселам предстоит осуществить самостоятельно, и они намечают, что и как они будут обустраивать. 73 квадратных метра абсолютного счастья для семьи Весторонских. У Кристины и Дмитрия много общего. Учились в одной школе, высшее образование получали в Ростовском институте народного хозяйства. Учились заочно, совмещая учебу с работой. Дмитрий – кассир на АЗС. Кристина – специалист технического учета в компании Ростелеком. Им всегда приходилось рассчитывать только на себя. Оба рано потеряли родителей. Все, что имеют, зарабатывали сами. С неба, говорят, ничего не падало. 15 лет прожили они в однокомнатной квартире, половина которой принадлежит сестре Кристины. После рождения первой дочки, конечно, сразу же начали понимать, что жилья нам не хватает, жилого помещения. И начали стараться как-то что-то придумать, обращаться в государственные органы, может какие-то идут программы. На то время шли первые программы, но мы там встали и быстро прогорели. 8-9 лет мы простояли, но все равно мы не остались забыты. Мы получили долгожданную помощь от государства в размере 926 тысяч. Что мы можем сказать? Большое спасибо, что о нас думают, заботятся и не забывают. Стоит заметить, что участие в программе не предусматривает бесплатное получение жилья. Программа обеспечения жильем молодых семей в Карачаево-Черкесской Республике предполагает софинансирование из федерального и республиканского бюджетов для предоставления субсидий молодым семьям региона на приобретение жилья. И все-таки 35% от стоимости квартиры – это просто колоссальное подспорье для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Исполнитель программы – Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики. «Что значит для вас рождение ваших детей?» «Не устаешь с ними. Они все время назырные, что-то творят. В однокомнатной квартире это без конца происходило. То, что разукрасывали стены, там разбивалось все, ломалось. Ну, это дети, да. Ну, как бы, с одной стороны, это и хорошо, что были в однокомнатной квартире. Ущерба мало было. Если бы были такие хоромы, конечно, бы кто-то не успевал из-за ними». «Дети – это, конечно, радость, это счастье, это родительская опора, это гордость. И мы очень любим своих деток». «Давайте теперь поговорим о вашей квартире. Как вы восприняли известие о том, что вы включены в программу и что по этой программе вы получаете помощь государству?» «То утро, когда нам позвонили и сказали, что вам перечислены деньги, мы сначала очень растерялись, бросились в онлайн-банк смотреть, чуть не разобрались в этой ситуации. Потом поняли, что да, нам сумма поступила в полном объеме». «Долгожданное, это настолько вот такое вот приятное, счастливое событие для семьи, для нашей. Прям действительно вот новогоднее такое волшебство». «Да, новогоднее волшебство. Детям выделить комнату – это на самом деле их мечта. Хочется свой уголок. А как для хозяйки, конечно, хочется доделать все дома, хочется, чтобы было уютно, приятно, хочется гостей встречать». «Так мы уже комнаты распланировали, где будет детская, здесь будет наша спальня. Там будет большая кухня, это будет прихожка. Как бы вот все просто и, честно сказать, волнующе». «Реализовать бы это все». «На этот Новый год мы получили большой подарок от государства. Теперь все в наших силах. Мы будем уже свои мечты, уже реализовывать своими руками. Это завершение, начало и завершение ремонта и скорейшего переезда сюда». «Надеюсь, следующий год мы будем отмечать уже Новый год тут». Кристине и Дмитрию мы задали несколько вопросов нашего новогоднего «Блиц-интервью». «Самое главное блюдо на вашем новогоднем столе?» «Утка». «Селедка под шубой». «Утка». «А хорошо Кристина готовит утку?» «А все, я готовлю все, делаю. Это шучу. Самое главное узнаем в конце». «И завершение. Значит, мечты сбываются?» «Сбываются». «Да, мечты сбываются и только в «Газпроме». И у нас тоже. Мечты здесь». Кристина и Дмитрий Весторопские молоды, но время летит. И родившиеся у них маленькой однокомнатной квартирки дочки уже подросли. И у девочек есть свои первые достижения. Во-первых, София и Влада хорошо учатся, увлекаются туризмом. В этом году участвовали в шестых межрегиональных соревнованиях Северо-Кавказского федерального округа по туризму и заняли второе место. По Карачаево-Черкесской республике у них первое место. Они лидеры в туристическом клубе «Туризм, гитара и я». София заняла первое место в соревнованиях по спортивному ориентированию. Кроме того, занимается в детской художественной школе. Событий много и все радостные. Сейчас ваша семья живет в однокомнатной квартире. Вот ощущаете, что вам тесновато? Да, ощущаем. Но у нас получается с сестрой один письменный стол на двоих. Мы давно хотели себе собственную комнату. Не знаю. Но очень рады были. Ну мы сразу уже определили, где наша комната. И как у нее будет интерьер. Интерьер уже начинали продумывать. Думали, что где ставить. Вы, наверное, выбрали самую солнечную. Да. Красивый вид из окна. Видно Эльбрус по утрам. Можно ли в этом плане сказать, что вы счастливая семья? Да. Конечно, в семье Весторопских в эти дни особенно праздничное настроение, которое они называют новогодним чудом. Они счастливы. Порадуемся за них. А я иду такая вся вдоль Чагабана. Представляете, под эту веселую песенку героиня нашего следующего сюжета съездила в Москву вместе с мамой за государственный счет, да еще выиграла там конкурс. А какой? Смотрите далее в нашей программе. Это Ульяна Боисова. Ей 13 лет. Учится в восьмом классе средней школы, аула и кунхалк. Любит химию, географию и родной язык. А еще Ульяна любит столицу нашей родины Москву. Три года назад она побывала там в первый раз. Ульяна участвовала в конкурсе красоты и талантов «Всемирная русская красавица» и влюбилась в нее. Когда я первый раз приехала в Москву, у меня аж дух захватило, потому что это было очень красиво. Когда мы пришли на Красную площадь, я увидела Кремль, исторический музей. Это надо видеть, это просто красота. С тех пор девочка мечтала попасть туда хотя бы еще раз. Спасибо маме. Камила – женщина современная. Она в курсе всех актуальных событий. В инстаграме я увидела то, что правительство Москвы объявило вот этот конкурс. Прочитали положение конкурса, увидели номинацию «Видеоролик. Я хочу в Москву». И решили снять видеоролик. Стали Ульяна с мамой думать и гадать, как бы им в Москву попасть. Думали, думали и придумали. Сначала мама мне предложила снять видео, где я даю корову. И размечталась о Москве. Но потом корова замучала, и я проснулась. Мне эта идея не понравилась, потому что я думала, что не оценят сельскую тематику, и они не заценят. Я предложила ей станцевать что-то современное под русскую мелодию. Однако мама оказалась права. Именно ее идея с буренкой принесла дочери желанную победу. Ролик сняли за один день. До начала конкурса оставалось совсем немного времени. Мы снимали на обычный телефон, репетировали пару раз. И снимали тоже несколько кадров, которые получше уже мы стали монтировать. На обычном телефоне? Да, на обычном телефоне. Я говорила тебе, участвуй в конкурсе. А ты? Размечталась. Но Москва одна на свете, но Москва всегда Москва. Как я переживала, победит или нет. Через неделю стало известно, Ульяна лучшая в своей номинации. Узнав об этом, мама тут же сообщила радостную вещь дочери. Она не поверила. Она меня переспросила несколько раз, то, что именно наше видео первое место заняла. Она очень обрадовалась. Прямо сияла честь. Так обрадовались. Вообще сияла улица прямо такие, эти были, в шоке были, что она Москву первое место заняла. Это закономерно. В семье Боисовых все люди творческие. Мама занимается войлоком, папа поделками с кожей. Вот и дочь родителей. Она очень артистичная. Она также в школе участвует в многих конкурсах, поет, танцует. Ульяна, в следующем году конкурс объявит правительство Москвы. Тоже будешь участвовать? Да, конечно. Это же так классно и увлекает очень. Мы желаем нашей юной землячке новых побед и новых успехов. Но от нашего блицопроса ей просто так не уйти. Самое любимое время года? Симон. Кто твой идеал? Есть ли у тебя герой? Веля Ильиш. Можно ли быть счастливым? Да. Мечты сбываются? Да. Самое любимое блюдо на новогоднем столе? Оливье. Это Расул Чуков. Заместитель и руководитель общественной организации «Алашара». Он мастер спорта международного класса. Чемпион мира по вольной борьбе среди малых народов. В спорте Расул более 25 лет. 10 из них занимался вольной борьбой. Затем стал профессиональным тренером. Основал клуб вольной борьбы «Абаза». Последние 6 лет занимается развитием массового спорта в абазинских аулах Карачаева-Черкесии. У нас стоит задача привлечь как можно максимальное количество людей к физической культуре и спорту. Он является зачинателем огромного количества различных спортивных турниров, которые до сих пор не имеют аналога в нашей республике. Это и абазинские игры, это турниры по футболу, турниры по дворовому спорту. Раньше таких турниров в нашей республике особо не проводилось, в особенности в абазинских населенных пунктах. Он смог это все организовать, он смог все это воплотить в жизнь. Сегодня за плечами Расула популярные ежегодные игры народа «Абаза». Турниры по силовому дворовому спорту «Железный человек», марафонские забеги, футбольные турниры первенства «Абазаржда» и другие. В них принимают участие сотни сельских жителей, любителей спорта. Лучшие из них представляет абазинский народ на соревнованиях различного уровня – республиканских и всероссийских. У автора этих проектов много задумок. С этого года мы планируем часть наших мероприятий немного переформатировать, и они будут реализовываться совместно с жителями уже аулов. То есть у нас будет заложен определенный бюджет на реализацию различных проектов, в том числе и по спорту. То есть жители будут обращаться со своими проектами, с идеями, что вот они хотят провести соревнования у себя в ауле. И мы будем отбирать самые лучшие заявки, и на наш взгляд, которые будут казаться самыми продуктивными, самыми креативными, будем их финансировать. Общественная организация берет на себе наградной фонд – кубки, грамоты, подарки. Остальное – подготовка и проведение соревнований – должны обеспечить администрация и общественные организации сельских поселений. В таком формате в абазинских селах Карачаевой-Черкесии уже прошло несколько ярких, интересных спортивных праздников. Надеемся, что этот проект позволит нам вырастить новые кадры в спортивной сфере, которые могли бы сами организовывать и проводить эти мероприятия. Безусловно, организация «Алашара» повезла, и абазинскому народу повезло, что Расулчуков сегодня работает у нас. Он отличный человек, он отличный спортсмен, он отличный исполнитель, организатор мероприятий. То есть, обычно говорят, что нет незаменимых людей, но в отношении Расула Чукова сложно сказать, сложно применить данный термин. Возможно, ему на самом деле на сегодняшний день нет замены среди абазинского народа, вот именно в той стезе, в которой он трудится во благо абазинского народа. Так это заслуга Расула Чукова или все-таки «Алашара»? Муса Хабалевич, в первую очередь, конечно же, это заслуга Муса Хабалевича и Кзекова, потому что организация финансируется полностью, им все мероприятия финансируются им, но исполнителем является Расул Чуков. Любимец публики, любимец нашей молодежи, все ребята к нему тянутся, он является сам примером для подражания для наших молодых спортсменов. Я сам когда-то не смог стать, хотя и очень мечтал об этом, хотел стать заслуженным мастером спорта, вот, дошел до уровня мастера спорта международного класса. Теперь я бы хотел, чтобы мою мечту теперь исполнили наши ученики. Очень хочу быть похожим на своего тренера, стать чемпионом мира, как он. В этом году Расул Чуков впервые принял участие в конкурсе на соискании национальной спортивной премии. Это одна из главных наград в области спорта в стране. За звание лучшего в 11 номинациях боролись представители спортивного сообщества из разных регионов нашей страны. И только 18 из них удостоились высшей награды. В номинации «Спорт для всех» авторитетное жюри признала Расула Чукова лучшим организатором физкультурно-спортивной деятельности в сельской местности России. В основном упорная борьба была между мной и Зубковым. Прямо голос в голос мы шли до последнего. Как не следить, когда была оказана такая поддержка огромная со стороны друзей, родных, близких. И я всем очень благодарен. Скажите, когда вы узнали о том, что вы стали победителем, какие чувства испытали? Чувства были неописуемые. Я очень сильно волновался в момент вручения этой награды. Не ожидал, честно говоря, что я стану победителем. Откровенно говоря, когда он стал номинантом на данную премию, мы не сомневались в том, что он выиграет. Потому что та деятельность, которой он занимается в абазинских населенных пунктах, в пунктах последние 5-6 лет, она особо не имеет аналогов по всей России. С победой Расула Чукова поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Немрезов. Мы тоже поздравляем нашего земляка со столь значимой победой. А в качестве подарка преподнесли ему наш близ опрос. Новый год не за горами. Ваше любимое время года? Лето. Что важнее, удача или трудолюбие? Трудолюбие. А бывают идеальные жены? Вообще идеальных людей не бывает вообще. Что жены, что мужья. Мечты сбываются? Да, сбываются. Человек может быть счастливым? Может. Ваше любимое блюдо на новогоднем столе? Торт. В этом году государственный детский вокально-хореографический ансамбль Карачаево-Черкесской Республики уже в пятый раз стал участником международного фестиваля «Москва встречает друзей», который организовывает благотворительный фонд Владимира Спивакова. Об участниках ансамбля и о поездке в столицу в нашем следующем репортаже. Государственный детский вокально-хореографический ансамбль Карача в особом представлении не нуждается. Это очень яркий самобытный коллектив, который в нашей республике знают и любят. В нем занимаются только мальчики. Так задумала его художественный руководитель Тамара Уртенова. Идея сработала. Карачаево всегда и везде встречает с неизменным восторгом. У него свое лицо, свой стиль. В ансамбле занимается 22 мальчика. Самому старшему 16. Самому младшему 8 лет. Но у него уже есть свое мнение. Здесь хорошо, тут учат хорошо танцевать, здесь круто. Здесь хороший учитель и без девочек. Карачаево действительно настоящее мужское братство. Во время репетиции стало известно, что один из участников ансамбля победил в своем весе на чемпионате России по Техвандо. Ему тут же устроили овацию. Друзья же. Техвандо! 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 Спорт спортом, а танцы важнее, считает чемпион. Карача для него дом родной. В Техвандо я только недавно заинтересовался. Танцами я уже занимаюсь в 9-й год. До сих пор ни о чем не жалею, что я сюда пришел. Я научился петь, танцевать, я научился любить свой народ. Ты, наверное, любимчик на всех свадьбах, мероприятиях? Не знаю, наверное. У девочек авторитетом пользуешься? Скорее всего, да. Однако это все для зрителей. На самом деле в ансамбле Карача все, от мала до велика, в прямом смысле слова, занимаются до седьмого пота. Бокал, хореография, элементы акробатики, бесконечные трюки – все отрабатывается часами, изо дня в день. Только так можно сделать танец эмоционально выразительным, ярким, рассказать о народе, которому принадлежишь, показать красоту и величие его культурных традиций. Детский коллектив не раз приносил республике громкие победы на музыкально-хореографических конкурсах различного уровня. Последние пять лет Карача – неизменный участник международного фестиваля «Москва встречает друзей», который проводит благотворительный фонд известного музыканта Владимира Спилакова. Я сюда еду не первый раз. Для меня каждый раз как новый. Это новые эмоции, новый адреналин, что мы представляем свою республику. Сначала мне было не страшно, я очень радовался, но потом что-то пострашивалось. Почему? Ну, потому что там один мальчик уронил такую палку, в которой лошадь бьет. И мне стало плохо. Ну и потом порадовался, что ее один мальчик поднял и пошел. Ну, в общем, ты танцевал как положено? Да. Не растерялся? Нет. Международный фестиваль «Москва встречает друзей» проходил на лучших концертных площадках Москвы. В его программе художественные выставки, мастер-классы и концерты, в которых приняли участие более тысячи человек. Артистов из маленькой Карачаево-Черкесии каждый раз встречали бурными аплодисментами. Ансамбль встретили на высшем уровне. Мы не первый год туда ездим. Мы дружим уже пять лет. Но в этом году было вообще просто великолепно. И сам маэстро вышел с нами, сфотографировался. Он вышел молодец такой, вышел уставший. Весь такой, ну, видно было по нем, что он сильно уставший. Но вышел, поблагодарил детей, поблагодарил нас и сфотографировался. Мы обязательно расскажем об этом удивительном коллективе в одной из наших программ. Ну а пока наш новогодний плит-сопрос. Что важнее, удача или трудолюбие? Трудолюбие. Удача. Все ли дети талантливые? Нет. Нет, конечно, нет. Мечты сбывают? Обязательно. Да. Человеку много для счастья надо или нет? Много. Для счастья немного, мне кажется. Мы чудеса делаем своими руками или это дар небес? Небесный дар. Я тоже так думаю. Дар небес. Любимое блюдо на новогоднем столе? Оливье. Оливье, ну и карачаевские хачаны, куда от них деться, да? Любовь – это удар молнии. Любовь – это взрыв, утверждает главный герой нового спектакля «Примадонны», поставленного русским театром драмы и комедии Карачаева Черкесской Республики. Завершается в России год театра, и мы считаем, что театральные коллективы Карачаева Черкесии сдали этот своеобразный творческий экзамен на «Отлично». Наша съемочная группа побывала на премьере спектакля «Примадонны», и сегодня мои коллеги поделятся с вами своими впечатлениями об этой новой творческой работе. Во всему городу сияют приметы наступающего Нового года. Огни, мишура, одним словом, праздник. Эта живописная предновогодняя картинка открывается с высоты второго этажа в здании филармонии, где в этот вечер тоже намечены праздничные события. Республиканский русский театр драмы и комедии подготовил для зрителей новый спектакль. До начала премьеры осталось всего несколько минут. Год, который заканчивается, был объявлен годом театра. И, конечно, хотелось бы вспомнить какие-то наиболее яркие события этого года. Безусловно, вы знаете, все, кто ходит к нам в театр, которым мы, конечно, благодарны, помнят повторную постановку «Васа Железновой», которая стала вообще визитной карточкой нашей республики на всех фестивалях. Это была премьера с другими актерами, с другими актрисами в главной роли. Вспомните какие-то яркие события, связанные с гастрольными поездками? Мы ездили в Кабардино-Балкарию, Северная Осетия. Были на фестивале, кстати говоря, в Северной Осетии тоже под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Была встреча, есть министры. Выезжали, мы выехали в Ростовскую область, Миллерово и так далее, Вешенская. Никогда мы не выезжали, но поехали. И вот Новый год, и у вас премьера, причем материал опять-таки высокого уровня, мировая классика. Эта вещь вот «Примадонна» Людвига, она очень сложная в постановочном смысле, она вроде бы как сюжет. Если точно не сделать, не выверить и не выстроить взаимоотношения персонажей, сюжет разваливается. Грань где взять, она гортескная и комедийная вообще по жанру, но очень сложно ее и ставить, и играть. Они очень волнуются, актеры, но ничего. Два состава, сегодня один состав, завтра другой состав, второй будет играть. Так что есть и актеры, есть и желание работать. Я хочу, чтобы все-таки актеры, весь состав участвовал, особенно женская половина, которые их больше, чем мужской, и поэтому я попросил режиссера Бродянска, который, знаете, наверное, по его постановкам, он часто приезжает и с нами, значит, работает, чтобы составов было два. Не в один день, а в два дня. Чтобы два дня сыграли, так и получилось. Первый день один состав, второй день другой состав. В этом есть, во-первых, соревновательность какая-то, актеры смотрят, и свои возможности. И это потом зрителю интересно, если кому-то интересно, смотрит другой состав. Ну, не знаю, в общем, работа идет, и если мы заявили, что мы чего-то там, чего-то стоим, какие-то там награды, не награды, но чтобы не опускать планку. От всей души хочется пожелать вам, чтобы 2020 год был в столь же успешном творческом отношении, и чтобы каждый год в нашей республике был годом театра. Легкая, веселая комедия с сюжетом почти нереальным, но популярным в театральных постановках и кинематографе. Такова пьеса американского драматурга Кена Людвига «Примадонны». Это история о том, как два провинциальных актера, большие любители классического репертуара, на очередном спектакле не получили признания зрителей. Голдовщики! Это что такое? Куда они пошли? Пошли отсюда. Это же великий Шекспир! Как можно? Как можно так относиться к Шекспиру? Ключевой момент сценического действия Лео, один из актеров, увидел в газете объявление о том, что богатая пожилая дама из штата Йорк разыскивает своих племянниц, потерявшихся в детстве, в которых видит своих наследниц. Так у молодых актеров Лео и Джека родилась идея, переодевшись в женское платье, приехать к миллионерши и выдать себя за ее родственниц. Они рассчитывали на удачу и свои актерские способности. И вот они впервые появляются в доме миллионерши Флоренц. Эй, послушайте, Макси и Стефани, они уже здесь! Если бы уже слава, как приятно привлечь к могучей груди своей давно потерянной семьи, наконец-то я здесь, на своей родине. О, Йорк! О, эти святые небеса! А я? Я ваша кузина, Маргарет. Это не это, мама. Кузина ваша кузина. Ой, а тетушка Флоренс не рассказывала, какая вы красивая. А я тоже очень рада вас видеть. А давайте я вас познакомлю с нашими друзьями. Это Дунка. Очень приятно. А это доктор Майерс. Он уже много лет заботится о тетушке Флоренце. Ой, это так мило, с вашей стороны. Понимаю. Если вам, если вам когда-нибудь понадобится медицинская помощь, только свистите. Я тут, как тут. Я еще занимаюсь пластической хирургией по-забыстительству. О, Шелунишка! Это какие-то части тела? Вы предлагаете мне прооперироваться. Это Буч. А это Одри. С Одри собираемся пожениться. Варка через войну. Через войну. Скажи, пожалуйста, мы могли бы наконец-то убедить нашу дорогую тетушку Флоренцу? Дело в том, что... О, Боже, не говорите мне! Я все читаю по вашим глазам! Максим! Неужели вы опоздали? Максим! Нет, этого не может быть! Степани, девочка моя! Вы опозданы! Наша тетушка Флоренц скончалась! Да вы не опоздали! Тетушка жива! Жива? Она жива! Она держится из последних сил и мечтает вас убить. Мама! Она мне путь сказала! Да путь! А? Мне папа сказал! У нее нету пульса! Да, путь! Я хочу их! Немедленно! Убийца! Где? Ай! Женушка, вам вставать нельзя! Него раз тебе нельзя вставать с кровати! Солчи! Убийца! Ты уже объявил меня мертвой! Меня чуть заживо не похоронили! По твоей милости! Да, да, я ошибся! Ошибочка вышла! С кем не бывает! Ничего себе ошибочка! Я себе таких ошибочек никогда не позволяю! А где Жене? Дедушка, морожь! И делай, и делай! Та-да! Поразительным образом меркантильные интересы двух актеров-неудачников сменяются любовной, романтической историей. Интрига получает свое развитие вокруг зарождающихся чувств Мэг и Лео. Настоящая любовь, она выше расчета. Дитя мой! Здравствуйте! Скажи, пожалуйста, ты влюблена в этого пастора как-то? Когда есть общие воспоминания, из этого может настоящее чувство развиться. Пусть не сейчас, когда-нибудь потом... Нет! Нет, дитя мое, нет! И еще раз нет! Любовь это... Да любовь это... Любовь это удар волни! Любовь это взрыв! Любовь это когда смеешься и плачешь одно время. Это когда читаешь минуты до встречи ожидания первой брачной ночи. Да что тут говорить! Блистательно играют в своей роли актеры русского театра драмы и комедии. Двухметровая племянница Макси, большая роскошная брюнетка, получилась абсолютно обаятельной в исполнении Аслана Астежева. Очарование и женственность исполнена Мэг в племяннице миллионерши в исполнении актрисы Юлии Турбаровой. Замечательно сыграл в этом спектакле исполнитель роли Джека, он же в женском обличье Стефани, заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики Степан Дубицкий. Выходи за меня! Замуж! Самое яркое впечатление этого вечера в театре – зрители спектакля, влюбленно воспринимающие сценическое действие. Зал улыбающихся людей – первый и самый точный комплимент, адресованный премьерному спектаклю. Зрители приветствуют очаровательную Олесю Чигарову в роли Одри и Ибрагима Бостанова по роли Он Буч, сын доктора. С восторгом воспринимают актера Шамиля Алиева, исполнителя роли доктора. Виталия Вартанова, заслуженного артиста Карачаева-Черкесии, он исполнил роль пастора. Аплодирует замечательной актрисе Ольге Ивашовой, исполнительнице роли миллионерши Флоренс. Спектакль «Примадонны» в свое время ставили в МХТ имени Чехова в Москве и в других солидных театрах страны. Следует воздать должное смелости и творческому дерзанию коллектива нашего театра. Спектакль, поставленный режиссером Вячеславом Бродянским, стал достойным продолжением лучших традиций Карачаева-Черкесского русского театра драмы и комедии. Это режиссерский и актерский успех. Но рождение спектакля – это еще и результат энергии и настойчивости директора и художественного руководителя театра, народного артиста России Хасана Беджиева. Мы всегда ходим в театр. Всегда. Мы ни одной премьеры никогда не пропускаем. Мы, в общем-то, театралы. Считаете, это удачная работа? Удачная. Удачная. Нам очень понравилась. Настолько приятный сегодня спектакль. Так нам подняли настроение. Мы вообще стараемся не пропускать ни одного спектакля и концертов. Наша компания такая театральная. И мы очень благодарны. Сегодня они так нам подняли настроение. Вообще они молодцы. Просто молодцы. И когда после спектакля в фойе появился Хасан Беджиев, зрители обратили на него лавину уважения и любви. Но получили такое истинное удовольствие. Мы сидели, вот видите, как на одном дыхании. Мы жили уже той жизнью. Мы же хотели сами там плясать. Мы же хотели туфли кидать. Честно, вот ваше творение сегодня было достойно всяческих похвалов. Еще раз благодарность и успехов. Ждем от вас всего дальнейшего такого... Приходите. Я уже свою роль. Ждем. Мы вас очень любим. Вот и подошло к концу последнее субботнее утро 2019 года. Каким он был для нас, год уходящий. Разным. Мы грустили и радовались. Мы обижались и прощали. Мы встречались и расставались. Мы строили, ломали и снова строили. Я думаю, он на нас не в обиде. Год 2019. Мы прожили его так, как смогли. Пусть год грядущий, год 2020-й, будет другим. Будет богаче на рождение малышей, на достойную старость наших стариков. Наши старшие – это великое наше достояние. Мира, счастья, благополучия тебе, Карачаевая Черкесия. Живи и расцветай в единой семье народов Великой России. Редактор субтитров А.Семкин